Павел как изверг Павел пишет о себе Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию Что погребен он был, и что воскрес в третий день по Писанию И что явился Кифе, это Петр Потом двенадцать, и потом явился более, нежели пятьдесят братьев в одно время Из которых большая часть дана не в живых, а некоторые и почили Потому что, кстати, очень интересное упоминание Единственный раз в Новом Завете выстроены в ряд все явления воскресшего Христа Уже после его воскресения Потом явился Иакову, также всем апостолам Возникает куча вопросов, почему именно такая последовательность Ну, сейчас мы их не разбираем А после всех явился и мне, как некоему извергу Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом Потому что гнал церковь Божью Ну, в современном русском языке слово «изверг», возможно, в общем-то, опираясь на этот самый текст Павла Стало означать «плохой человек, который очень мучает всех», да? И вот здесь он гонит церковь Божью, конечно, он изверг Но что на самом деле имеется в виду? Если взглянуть на оригинал Гостерейто эктромати Словно последышу или выкидышу, недоноску Что это за странное такое ругательство в адрес себя самого? Я недоносок Ну, я перевожу, вот это мой перевод После всех явился и мне недостойному последышу Даже я вот вынужден это как-то смягчить, то, что называют себя недоноском или выкидышем человек, наверное, не захочет И тем более в Священном Писании это как-то не звучит А какой же он выкидыш? Изверг, да, всех мучил Так ведь слово «изверг» по-славянски то и означает «извергнут», да? Это плод, который был извергнут из чрева матери еще прежде, нежели он созрел и был готов к тому, чтобы жить самостоятельно, младенец И Павел говорит, я выкидыш Что он имеет в виду? Я гнал церковь Божью Это хорошо, то есть это плохо, но это хорошо понятно А при чем здесь это? Смотрите, вероятно, Павел в каком-то смысле пародирует своих противников То есть они говорят о нем Ну, есть апостолы, которые были при жизни Иисуса с ним А есть тот Павел, который, вот, не было у него никакого опыта, да? В жизни с Иисусом И кроме того, он извергнут в каком-то смысле своей фарисейской группировкой, сектой, общиной, как хотите его назовите Он же фарисей из фарисеев, да? И получается, что он действительно вот никто и нигде Он говорит, да хорошо, пусть я выкидыш То есть, что это такое? Очень печальное, конечно, явление Но человек, который даже не родился Который вообще не жил ни одной секунды, не дышал, не смотрел на этот свет Ничего у него не было в жизни Он говорит, это не важно, пусть я буду таким Но есть, мне кажется, и еще один очень важный здесь смысл Вот у Павла часто встречаются метафоры духовного рождения И он даже говорит иногда, что он отец, да? Какому-то количеству людей, которых он привел к вере Называет сыном своим кого-то Кстати, это к вопросу о том, можно ли говорить о духовном отцовстве или сыновстве Для Павла не было в этом проблем Но, конечно, это метафоры, да? Я думаю, все это понимают, и он тоже это хорошо понимал И вот выкидыш – это тот, кто, ну, в общем-то, не встал социально значимым человеком, да? Вот в античном, в древнем мире, во многих, на самом деле, культурах, но и в греко-римской тоже Младенец, который был рожден, это еще как бы зародыш человека Даже если он уже вполне созрел для самостоятельной жизни Его должен принять отец, посадить на колени Ну, не посадить, наверное, просто положить его на колени И признать свое отцовство, и сказать, что да, он принадлежит к нашему роду И Павел при жизни Христа или сразу после не был таким вот образом принят Его другие апостолы не признали своим Он говорит, а я вот случился Вот я просто так вот взял и появился Пусть я для них выкидыш, пусть я для них ничто Пусть никакого опыта жизни в этой самой христианской общине у меня нет Более того, он же перечисляет Киев и 12 апостолов, 500 братьев Иаков, глава Иерусалимской общины, мы не знаем точно, о ком идет речь Но очень похоже, что это Иаков брат Господень То есть родственник Иисуса по отцу, как принято считать его православных Но, может быть, и другие варианты А может быть, он и по матери родственник, он двоюродный брат Иисуса Но неважно, в общем, все впереди меня Я последний, почему я перевел последующий, да, в общем, не совсем точно И получается, что вот он не был рожден толком Но это неважно, потому что он говорит не о себе, а о Христе И здесь он лишь подтверждает то, что его явления действительно были Действительно значимы, действительно меняли жизнь людей А кто я, говорит Павел, да какая разница, зовите меня как хотите Не в этом дело Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео До свидания